Здравствуйте, меня зовут Безносиков Александр, и сегодня я расскажу о своей работе, которая связана с обучением с подкреплением. Мы исследовали, как работает алгоритм Z-Learning в задачах энергетических систем. Задачи, с которыми мы имеем дело, обычно возникают в энергетических системах, когда они по каким-либо причинам выходят из строя. Например, случается какой-то сбой, и наша система переходит в другое состояние, непривычное для нее. Соответственно, задача стоит в том, чтобы перевести ее из этого состояния в ее обычное или нормальное состояние, используя как можно меньше дополнительной энергии. Для решения этой задачи мы хотим использовать классический алгоритм Z-Learning, классический алгоритм Q-Learning, а также сравнить его с его менее известной модификацией Z-Learning. Немного расскажу о том, что представляет себя энергосистема и как ее можно представить в виде модели. Ее можно представить в виде марковского процесса принятия решения. Чем он отличается от обычной марковской цепи? Здесь добавляются еще экшены, действия. Что такое действие? Соответственно, в марковской цепи у нас есть просто матричка перехода, по которой мы из одного состояния переходим с какой-то вероятностью в другие. Здесь же у нас этих матриц несколько. И вот, соответственно, когда мы выбираем действие, каждому действию соответствует своя матричка перехода. И, соответственно, по этой матричке перехода мы с какой-то вероятностью переходим в следующее состояние. Ну и, соответственно, за каждый переход с нас какая-то взимается плата. Хорошо. Идем дальше. Окей. Можно ознакомиться с литературой. Сверху представлена литература основная, то есть основной алгоритм, статья, связанная с энергетическими системами и задачи, которые мы решаем. А внизу тоже интересные статьи, которые тоже связаны с энергетическими системами и reinforcement learning. Хорошо. Идем дальше. Так. Рассмотрим нашу проблему. Она выглядит вот так вот. Ну, это математическая модель как раз нашего маркетского процесса принятия решений. Что здесь можно увидеть? Матричка P. Матричка P с чертой. Она означает у нас матричку, когда мы предоставляем систему самой себе. Вот условно она у нас перешла в какое-то необычное состояние, и мы на нее никак не воздействуем, и посмотрим, что с ней будет, когда, в какие состояния она в итоге перейдет. Это именно и означает матричка P. На практике эту матричку P мы не знаем для каждой системы. В этом и состоит проблема. Если бы мы ее знали, мы бы могли решить стандартную задачу минимизации, и все бы было хорошо. Но мы ее не знаем, поэтому и применяем алгоритм машинного обучения. Под U у нас зашифрована, соответственно, стоимость нахождения в определенном состоянии в момент времени. И вот, соответственно, буковка гамма – это у нас стоимость перехода. Идем дальше. Для решения задачи, соответственно, мы применяем два алгоритма. Это алгоритм Z-Learning'а и Q-Learning'а. Так, хорошо. Посмотрим на результат. Результат был получен на синтетической рандомизированной выборке. То есть это были, просто были сгенерированы различные числа для переходов. И сделана специальная ямка, ну, так скажем, так называемая ямка, которая, ну, чтобы как раз у нас алгоритм пришел к какому-то хорошему решению. Вот. Ну и на вот этих данных, они запускались несколько раз, алгоритм Z-Learning'а показал себя лучше, чем алгоритм Q-Learning'а. Вот, соответственно, внизу у нас по оси X у нас отложено количество данных, известных о модели, а по оси Y у нас затраты энергии. Ну, они в условных единицах, генерировал от нуля до единички просто числа. Хорошо, идем дальше. Что мы получили в итоге? Мы исследовали алгоритмы обучения с подкреплением для нашей энергетической системы. Получили, что алгоритмы Z-Learning'а показывают себя лучше на наших данных. Что хочется сделать в дальнейшем? В дальнейшем хочется проверить работу наших алгоритмов на настоящих данных, то есть не на синтетических и рандомизированных, а на каких-то реальных данных энергетических систем или похожих на реальные данные. Ну, а также хочется оценить ошибку. Не только в нашем эксперименте, но и вообще, какая будет ошибка в алгоритмах Q-Learning'а, ну и в любых алгоритмах обучения с подкреплением. Спасибо.